Оленье озеро, штат Мэн. Оленье озеро, штат Мэн. Оленье озеро, штат Мэн. Оленье озеро, штат Мэн. Я читал газеты, но так ничего я не понял. О многом так и не было сказано в зале суда. Пожалуй, я единственный, кто знает всю историю от начала до конца. Дело в том, что они познакомились благодаря мне. Он тогда работал над новой книгой. Я пригласил его к себе в Нью-Мексико. И они встретились в поезде. Бесконечность времени. Бесконечность времени. Благодарю вас. Но что вы. Благодарю вас, Мэн. Продолжение следует... Поверьте, это вышло случайно. Просто... Вы удивительно похожи на моего отца. Разумеется, когда он был в вашем возрасте. Это что-то невероятное. Мне даже показалось... Простите. Откровенно говоря, я и сам не мог оторвать от вас глаз. И не потому, что вы напомнили мне мать. Вы не похожи ни на кого из тех, кто мне знаком. Зачем же вы смотрели? Сказать? Если это не оскорбит мой слух. Вы должны прекрасно понимать, что о вас... Можно говорить исключительно в восторженных тонах. Но если вы не любите лесть... Обожаю. Я поторопился назвать это лестью. Все, что я скажу, будет чистой правдой. В данном случае эти понятия совпадают. Мне продолжать? Продолжайте. Когда я смотрю на вас, литьеватые сравнения заволакивают мой разум. Как летние облака из нежное неба. Нельзя ли поточнее? Отчего же? В этот момент мне вспоминаются арабские сказки, запах бир, ладана... И пачули. И пачули? И пачули. Погодите-ка. Вот, нашла. Цитирую. Когда он смотрел на нее, литьеватые сравнения заволакивали его разум. Он вспомнил арабские сказки, запах мира, ладана и пачули. Конец цитаты. Чистый плагиат. По минуте, я не думал. Я читал ее больше месяца назад. Вероятно, она вас потрясла. Я бы не сказал. По-моему, довольно сырая работа. Согласна. Вот как? Следующая остановка Хасинто. Следующая Хасинто. Мне выходить. Хасинто, это же моя. Вот вы где. Ну, наконец-то. Думал, не дождусь. Здравствуй. Привет. Привет, детка. Здравствуй, Робби. Как Луиза? Отлично. А дети? Лучше некуда. Отнеси багаж. Как же мы соскучились. Вы надолго? Оставайтесь, не пожалеете. Дик, сюда. Здравствуй. Здравствуй, Гленн. Тебя не узнать. Подхалим. Стараюсь. Как брат? Дэнни так и лежит. Он очень хотел приехать, но врач сказал, что ему может стать хуже. Мне очень жаль. Позвольте представить вам, мистера Харланда. Здравствуйте. Здравствуйте. Рут Берренд. Мисс Берренд. Здравствуйте. Эллен Берренд. Очень приятно. Взаимно. Мы уже познакомились в поезде. Слишком бегло. Ну что ж, машина стоит у входа. Вперед. Как вас зовут? Ричард Харланд. Мистер Харланд, мне ужасно неловко. Прощения не дождетесь. Я покажу вам жеребят. Едем скорее. Индейки в этом году киш-мя-кишат. Чудесно. И все величиной со страуса. Надеюсь, вы проголодались. Это мы. Мама, приехали, приехали. Добро пожаловать в Кассинту. Спасибо. Как здесь красиво. Я уже влюблена. Рут. Дай же мне тебя обнять. Маргарет. Прости, что не встретила вас. Пришлось заниматься обедом. Привет, Орлята. Здравствуй, Луиза. Дик, неужели? А где же Дэнни? Он бы не выдержал переезда. Ты оставил его в Уорм Спрингс? Да, не волнуйся. Хорошо. Вам надо переодеться. Идемте наверх. Форель свежайшая. В Бостоне вы такой не найдете. У нас есть неплохая треска. Я сам вырос в Бостоне. И у меня особое отношение к этой рыбе. Я ненавижу треску. Я тоже. У каждого свои пристрастия. Аминь. А что скажете, мистер Харло? Я предпочитаю лососевых. Просто маме не нравится Нью-Мексико. Учитывая, что я здесь впервые, твои осуждения преждевременно. Но это правда. Мы с отцом приезжали сюда каждую весну. Здесь бывала Рута, но мама никогда. Жаль, что нет мистера Беррента. Я слышал, мы похожи. Кто вам об этом сказал? Я. Луиза, как ты думаешь? Ну да, что-то, видимо, есть. Глен? Ну, с какой-то мере. Абсолютно. Я заметила это, как только увидела его. То же лицо, голос, жесты. Потрясающе. Должен признать, я заинтригован. Мне не терпится с ним познакомиться. Это невозможно, мистер Харланд. Мой муж. Мы приехали на его похороны. Господи, и правда. Сходство невероятное. Луиза, я не очень понял насчет похорон. Она не точно выразилась. Профессор Беррент умер некоторое время назад на Востоке. Его тело кремировали. Сюда привезли прах. Его развеют завтра утром. Где? Над его любимым горным плато. Он много времени проводил там с Элен. Прости, дорогой, схожу, посмотрю, лигли ли дети. Спасибо. 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 Добрый вечер. Здравствуйте. Элен на улице. Как вы догадались... Я телепат. Ваша сестра тоже телепат? Гораздо более талантливая. Но я не ее сестра. Вот как. Мы кузины. Хотя я живу у них с самого детства. Миссис Беррент меня удочерила. Миссис Беррент меня удочерила. Миссис Беррент меня удочерили. Удачи. Миссис Беррент меня удочерила. Миссис Беррент меня удочерила. Добрый вечер, мистер Харланд. Добрый вечер. Как бы там ни было, нужно признать, что закаты здесь красивее, чем в Бекон-Хиллу. Безусловно. Да и не только закаты. Элен пошла прогуляться. Благодарю. Добрый вечер. Добрый вечер. Не помешаю? Ничего себе. Я... Я должен извиниться. С моей стороны было явной бестактностью заговорить о вашем отце. Не казните себя. Вы не могли знать. Вы с ним были очень близки. Практически неразлучны. Рядом с ним я чувствовала себя самой счастливой. Вы помолвлены? Да. Пожалуй, мне пора. Завтра рано вставать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. КОНЕЦ 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 Может, стоит послать за Эллен? Зачем? Места дикие, она могла заблудиться. Эллен знает? Уже 12, вдруг с ней что-то случилось. Уверяю вас, ничего. В таком случае, я сам за ней съезжу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все в порядке? Да, разумеется. Просто хотелось побыть одной. Спасибо, что пришли на похороны. Вы меня видели? Вы ведь не скрывались. Не сочтите за праздное любопытство. Нет, что вы. Я рада, что вы там были. Это потрясло меня до глубины души. Отец говорил, что в этом месте начинается рай. Мы дали слово, что наши останки будут покоиться здесь. Я обещала развеять его прах над горами, если он умрет раньше меня. Хотя те, кого любишь, для тебя навсегда останутся живыми. Мы можем ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы хотите спать? Ни капельки. Вы простили меня? За тот отзыв. Ах, за это. Я изменила свое мнение. Дочитав книгу, я нашла ее весьма любопытной. Почему вы передумали? Меня увлек один персонаж. Какой? Автор. Уверяю вас, роман вовсе не обо мне. А вас и не отрицаете это. Отец говорил, любая книга – это исповедь. Нужно читать между строк. Вам удается? И что же вы вычитали? Холостяк. 30 лет от роду. Родился и в Розбостоне. Учился в Гарварде, где я редактировал журнал «Лампун». После окончания отправился в Париж учиться живописи. Имеет виллу в штате Мэн под названием «Горбатая луна». Писательскую карьеру начал с журналистики. Увлекается рыбной ловлей, говорит по-французски и по-испански. Метод Шерлока. Неужели все это написано в книге? На суперобложке. Прямо под фотографией. В Салеме лет 300 назад вас бы сожгли на костре. Почему вы не стали художником? Все очень просто. Я вдруг обнаружил, что не различают цвета. Хотя для любителя постимпрессионизма это небольшая беда. Нет. А когда познакомился с обитателями Левого берега, узнал, что живут они в грязных трущобах и едят, что Бог пошлет. Вы когда-нибудь испытывали настоящий голод? Прямо сейчас. Да, и правда, вы ведь не ужинали. И не обедала. Бедный ваш желудок. Луиза велела Эмили оставить поднос. А вот и он. Я возьму. Позвольте. Расскажите о вашем имении. Это всего-навсего деревянная хижина. Но расположена она в удивительно живописном месте. А откуда такое название? Рядом есть озеро. В форме полумесяца. Мы с Дэнни проводим там каждое лето. Вы любите своего брата? Естественно. И поэтому до сих пор не женаты? Всего себя посвятили ему? Нет, отчего же. К браку я отношусь... Как бы это... Благодарю. Это сродни моему бегству в Европу. У меня и мысли не было уезжать. Все произошло само собой. Я гулял с девушкой, мы спустились к причалу посмотреть, как загружают баржу. Я был очарован... Девушкой? Представьте себе баржей. Ее линиями запаха. Я понятия не имел, куда она идет. Но твердо решил уплыть на ней. Какой вкусный сэндвич. С чем он? С индейкой. Дикой. Охотились? Никогда. Они начинают визжать от страха. Но такие неуклюжие, что и взлететь не в состоянии. Очень забавно. Надо попробовать. Как насчет завтра? Если Гленн согласится. Только мы вдвоем. Хорошо. Зачем вы за мной поехали? Это трудно объяснить. Меня уверяли, что вы не пропадете. Просто внезапный порыв. Прямо как с баржей? Да. Вы ведь знали, что я приду. И специально меня ждали. Да. И вы пришли. Ну что ж. Спокойной ночи. -っちゃ. Сб美味しい. Ну что ж. Цель нашего Son. Я вас ernst anni. Я appliances. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро! Что вы там делаете? Всего лишь подрезаю розы. Я вас не отвлекла? Наоборот, вдохновили. Я думал о том, что вы мне вчера сказали. А что я сказала? Кое-что странное. Что вас удочерила миссис Беррент. Что же в этом странного? Почему не мистер и миссис Беррент? Это было общее решение? Разумеется. У вас это прозвучало иначе? Возможно. Дело в том, что это она... Ей иногда бывает одиноко, и я... Мне не следует вас отрывать. Осторожно. Не беспокойтесь. Как вам вступление? Восхитительно. Очень рад вас видеть. В новом качестве. Благодарю. Надеюсь, я отвлекла вас от работы. И делаете это все утро. Мы только сейчас пересеклись? Однако все это время я думал о вас. И о Куинтоне. Кто вам о нем сказал? Глен Робби. С какой стати? Я сам спросил. Зачем? Ненавижу Куинтона. Вы знакомы? Нет. Откуда же ненависть? С ним знакомы вы. Как мило. Всех моих знакомых ждет такая участь. Вы потеряли кольцо. Нет, я его сняла. Навсегда. Давай быстрее! Предлагаю на перегонки. На старт. Внимание. Марш! Молодец, Лин. Не избавляй темп. Вперед! Победит Лин. Нет, Элен. Она всегда выигрывает. Я первая. Не забудьте, у нас свидание. Хватит. Фрицуй, мисс. Да что с тобой такое? А, проходи. Привет, Робби. Фриц, успокойся. Я возьму вещи. Спасибо. Постой-ка. Ну, здравствуй. Кого благодарить за эту встречу? Авиалинии? Я прилетел первым же рейсом после того, как получил твою телеграмму. К чему эта спешка? Хотел первым поздравить тебя с предстоящим бракосочетанием. Мы не думали так быстро это разглашать, но раз уж это сделал ты... Дорогой, это Рассел Куинтон. Мой жених, Ричард Харланд. Очень приятно. Может, поговорим? Конечно, в библиотеке. Прошу прощения. Миссис Берренд, Рут. Дик! Это правда? Я очень рада за вас. Спасибо. Поздравляю. Когда и где это произойдет? Ну, вообще-то... Мне очень жаль Рассел, правда. Я не думала, что ты прервешь предвыборную кампанию. Когда церемония? Совсем скоро. А нельзя отложить до осени? Когда пройдут выборы? Газетчики устроят шумиху, если узнают, что меня бросили как старую калошу. Перестань, Расс. В женском непостоянстве нет никакой политической подоплеки. Я не понимаю, Эллен. Да, ты бы не вышла за меня, пока был жив твой отец. Но мне казалось, после его смерти у меня появится хоть какой-то шанс. Что же случилось? Я влюблена. И мы с ним скоро поженимся. Точнее, завтра. Не впадай в отчаяние. Голосовать я буду за тебя. Ты считаешь, я недостаточно хорош для тебя. Маловато романтики. Все писали, что я женюсь на тебя ради титулов, но это не так. К тому были совершенно иные причины. Ты перевернула мне душу, Эллен. Я не из тех, кто бегает за каждой юбкой. Спасибо, Расс. Я польщена. Я любил тебя. И до сих пор люблю. Какая преданность. Я всегда буду предан тебе. Помни об этом. Рассу? Это угроза? Да. Так. КОНЕЦ Послушай, Эллен Милый, давай поженимся Твоя непредсказуемость меня... Я никому тебя не отдам Никому и никогда Уорн Спрингс, штат Джорджия КОНЕЦ 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 Эллен, он там Дэнни Дик 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 Раздобрел И заметно вытянулся Ты тоже изменился Получил телеграмму Я за нее всю ночь не спал Все думал Он выехал из Хассинта Подбирается к Чикаго Представлял себе, как приближается поезд А в голове раздавался стук колес Вы позволите? Привет, Дэнни Привет, Эллен Надеюсь, вы поладите Иначе придется отослать ее обратно Протестую, испытательный срок не закончился Не волнуйтесь, мы вас берем Благодарю Ты удивился, когда прочел? Нет, я все понял еще до того, как открыл конверт Правда, потом сидел и перечитывал Пытался... Привыкнуть к этой мысли Да Интересно было бы посмотреть на Таос Вы долго там пробовали? Эллен там не понравилось Медовый месяц проведем в Ворм Спринкс Оставайтесь подольше Мы решили купить здесь домик И переехать? Именно Это ее идея Она очень настаивала Здорово! Что ж, миссис Харланд Вы неплохо себя зарекомендовали И впредь обещаю стараться, сэр Надеюсь, суп придется вам по вкусу Ммм Несправедливо называть эту амброзию супом Это консоме а-ля пачули Потом обязательно научи кухарку У нас не будет ни кухарки, ни экономки Никого До каких пор? Всегда Глупышка Я из Амилю никого к тебе не подпущу Сама буду убирать, стирать твои вещи и возиться на кухне Какой энтузиазм Не хочу, чтобы здесь был кто-то кроме нас Вообще? Да Но при естественном развитии событий Это совсем другое А как же Дэнни? Это совсем другое На горбатой луне были только трое Я, Дик и Торн Кто это? Лик Торн, дровосек Он помогал строить дом и плотину А теперь их сторожит Хочу посмотреть детские фотографии Дика Да Ты не против? Возьми, там целый альбом Очень много снимков из колледжа Правда, один он никому не показывает Почему? На нем Энни Сазерн Кто она? Ее называли королевой выпуска Первая красавица Но с тобой не сравниться Спасибо, Дэнни Тебе, наверное, не терпится вернуться в школу? Не то слово Где ты учился? Там же, где и Дик В интернате? Да Должно быть весело Еще как Дик очень занят Кропа Это очередный шедевр Его нельзя отвлекать Да и нам с тобой Есть чем заняться Дэнни Дэнни Дэнни, дружище Теперь мы можем поехать на горбатую луну Правда ведь, Дэнни? Конечно, хоть сегодня Доктор Мэйсон За три девять земель, на север Я прекрасно знаю, где это Дэнни мне все уши прожужжал Он давно туда рвется Есть одна проблема Доктор Мэйсон, мой муж планирует перебраться к озеру со дня на день Он хочет взять с нами Дэнни Да и я не против Так в чем проблема? Не слишком ли это далеко? До ближайшего города несколько миль Условий никаких Если ему понадобится врач, позвонить неоткуда Врач ему не понадобится А лекарства? Лекарства тоже А как же школа? Ну, это подождет Мальчик достиг большого прогресса Ума не приложу Как вы заставили его пойти? Поймите же, доктор Мой муж с головой уйдет в работу Рядом никого не будет Я слышал, в доме живет некто Торн Да Но он уедет нам Я не пытаюсь снять с себя ответственность Я беспокоюсь только о Дэнни Хотя нет О себе я тоже беспокоюсь Вы должны меня понять, доктор Я пожертвовала медовым месяцем, чтобы муж был ближе к брату Но он все время работает, а я вынуждена постоянно находиться здесь Нет, разумеется, мне это не в тягость Я очень люблю Дэнни И безумно рада, что ему становится лучше Но ведь он калека Извините Я не то хотела сказать Надеюсь Клянусь вам Я вам верю Я ужасно устала Чего вы хотите от меня? Убедите Ричарда, что Дэнни следует остаться здесь Но это не так Ему будет полезно выехать на природу От того, что он пойдет в школу, хуже ему не станет Скажите моему мужу Скажите сами Вас он послушает Ричард Добрый день Ричард, у меня чудесные новости Доктор Мэйсон согласился отпустить Дэнни на озеро Ну вот, сразу к телефону Пусти-ка Я сама ему сообщу А это Лик Торн Алло Да Это тебе Алло Что, серьезно? Мы едем на горбатую луну Да, Эллен? Когда? Завтра С ума сойти Да Спасибо, Эллен Ну, наконец-то Здорово Горбатая луна Treat my daughter kindly And say you'll do no harm And when I die I'll leave to you My little house and farm My horse, my plow, my sheep, my cow And everything I own And all the little things in my garden My horse, my cow, my sheep, my cow Well, what do I do ну, my j Baal And I'll leave to you I love you It's time to come to you And what does that guess I always make you I love you And I love you I love you It's time to come to you Here it is And let me let me pick you I love you It's time to come to you Доброе утро. Доброе утро. Я не смогла удержаться. Вот как. Еще один день с тобой. Целый день вместе. Вставай, Дик. Я уже проснулся. Доброе утро, Элен. Привет, привет. Слушай, может, окунемся перед завтраком? Согласен. Доброе утро, миссис Харланд. Торн, за тобой не поспевает солнце. Мы давние соперники. Давайте я сам все приготовлю. Дудки, это моя вотчина. Иногда я начинаю очищать тебя пятым колесом. Совершенно напрасно. Ричард жизни без тебя не мыслит. Наверное, в детстве ты много с ним возился. Достаточно. Такой был бутус. Часто вспоминаешь эти годы? Да, частенько. В юности он очень изменился? Я бы не сказал. Вы с ним секретничали? Бывало иногда. Он не рассказывал об Энне Сазерн? О ком? Энне Сазерн. Не припоминаю. А кто это? Кажется, какая-то однокурсница. Хотя не важно. Я разложу. Тебе снятся сны? Никогда. А мне приснился кошмар. Мы с мужем плыли на лодке, он прыгнул за борт. Я не хотела купаться и осталась на веслах. И вдруг мне стало страшно. Когда мы добрались до середины озера, я поняла, что ему пора возвращаться. Я решила его позвать. Но голос меня не слушался. Внезапно Дик ушел под воду. Не нырнул, а просто опустился, как делают морские котики. Потом он выплыл и начал махать руками, подзывая меня к себе. Я стала грести, но вода будто превратилась в клей. Лодка не двигалась. У меня парализовало руки. Потом он снова ушел вниз. И больше не всплывал. Спасти его можно только одним способом. Каким? Надо проснуться. Я так и сделала. Тише! Пора за стол. Давай к нам! Вода как молоко! Не перечь даме. Кто последний, тот дурак. Кто последний, тот дурак. Кто последний, тот дурак! Кто последний в� ideology! Кто последний, тот дурака. «Ты выйдешь за меня?» – спросил он. Какой ужас. Не понял. Как это пошло? «Ты выйдешь за меня?» – спросил он. А что не так? Мужчины никогда не делают предложений. Женщины сами их на себе женьют. Кто это сказал? А если и делают, то уж точно не таким образом. Зануда, не придирайся. Ты сам хоть раз делал? Неоднократно. Вставал на колени перед Энни Сазерн. Кто тебе о ней рассказал? Ты говорил ей «выходи за меня»? Не говорил. Она сама? И переставай. Разве ты просил моей руки? Не просил. Я сама тебе навязалась. Вот так. Помнишь? Согласен, женюсь. Когда закончу главу. Я ненавижу эту главу. И книгу ненавижу. Ты слишком долго ее пишешь. Ты цитируешь моего издателя. Я серьезно. Мы ведь не бедствуем, а ты работаешь на износ. Моих денег хватит для нас двоих. Не стоит так напрягаться. Думаешь? Дорогой. Я и представить себе не могла, что здесь так изумительно. Тебе нравится? Очень. Людно, правда. Людно? Да это самая дикая глушь к востоку. От пустыни Мохаве. Я имею в виду дом. Приятно, конечно, что вокруг родные души. Но с одной стороны комната Дэнни, с другой комната Торна. Стены тонюсенькие. Звукоизоляции никакой. Но ведь никто же не храпит. С тех пор, как мы поженились, нам ни разу не удалось уединиться. Пойми. Торн перетащил свою кровать в пристройку. Правда? Надеюсь, ты ему... Нет, он сам так решил. Что касается Дэнни... А где он? Уехал с Торном. Куда? Город. Они ведь не останутся там? Нет, конечно. А зачем поехали? Какая любопытная. Говори. Не скажу. Говори. Нет, отстань. Я жду. Перестань, это секрет. От меня? Секреты? Мы хотели сделать тебя. сюрприз. Мула в скачках заявляет и на старт ведут. Головой он все смекает, ноги не несут. Стол на свадьбу накрывают, в церкви гости ждут. Билл все это понимает, ноги не несут. Дэнни, твоя очередь. Запивай. Мэри ест десятый завтрак, и не ясно ей, почему у свиноматок талия стройней. Кто это? Это Гагара. Они выползают по вечерам. Страшновато. Скоро привыкнешь. А завтра посмотрим на оленей. Мы соорудили для них кормушку. А что они едят? Соль и очистки. А дикобраза проанонсировать? Ах да, он каждое утро обгрызает нам порог. Глэн и Луиза недавно гостили у нас. Как они там? У детей свинка. Ты слышала, что Рассел стал окружным прокурором? Вот как? Говорят, он метит в губернаторы. Не удивлюсь, если он добьется своего. Мы могли бы высадить у дома дикую глициню. Я знаю, где она растет. Отлично, завтра утром... Завтра Торну будет некогда. У него масса дел. Смотрите, меня Торн научил. Сразу было ясно, что Элли нам не рада. Не стоило сюда приезжать. Ох, не стоило. В камин положили сырые поленья. Огонь плохо разгорался. Милый, ты меня слышишь? Что ты устроила? С тех пор, как они приехали, ты превратилась в Мегеру. Натянутая улыбка, скупые слова, а после ужина понеслось. Я не ждала гостей. Тебе противна твоя семья? Не будем ссориться. Ты обидела Дэнни, зачем? Я погорячилась. Нагрубила матери. С Торном разговаривала, как со слугой. Он и есть слуга. Что за чушь, он мой лучший друг. Рут тоже твой лучший друг? Господи, она же твоя сестра. Она мне не сестра. Ты посвятил ей весь вечер. Я проявлял гостеприимство. А может, ты в нее влюблен? Ты сегодня невыносима. Ты поэтому ее пригласил? Тебя услышат. Здесь даже высморкаться нельзя, чтобы тебя никто не услышал. Может, переименуем это место? ФБРовские закутки? Да что с тобой? Еще не хватало заказать истерику. Нет, как я могу? Не дай бог проснется Дэнни. Эллен, что на тебя нашло? Не знаю. Я не знаю. Дорогой, прости меня. Умоляю. Я не знаю, что со мной. Просто я очень тебя люблю. И ни с кем не хочу делить. Ни с кем. Девушка с тяпкой. Тяжелая работенка. Вовсе нет. В этой почве цветы моментально приживаются. У нас земля гораздо тверже. Дик, когда вы приедете в Бар Харбор? Когда я закончу книгу. Тебе у нас понравится. Мы с мамой вот о чем подумали. Может быть, нам стоит забрать Дэнни с собой? Там пляжи и катер. Он отлично проведет время. Не сомневаюсь. У нас есть прекрасная школа. Да, я знаю. Эллен рассказывала. Я поговорю с Дэнни. Дэнни с bayache. Харбор дизайн. Дик, это выше всяких похвал. Я собираюсь посвятить эту книгу вам. Напишем так, моей дорожайшей и деликатнейшей тёще, которая... Я бы посоветовала посвятить эту книгу жене. Ей я посвящу следующую. Они всё для неё. Обязательно пришли мне окончания. Осталось две главы, я допишу их до вашего отъезда. Вряд ли, мы уезжаем в субботу. В субботу? Но вы пробовали всего пару дней. Да, причём получили массу впечатлений. Но нам пора возвращаться. Эллен об этом знает? Я её известила. Не надо так расстраиваться, Дик. Тёщи, как дети, они намного милее, когда их не видно и не слышно. С Эллен что-то не так? Я бы так не сказала. Но от любви она теряет голову. Для неё все становятся врагами. И с этим ничего нельзя поделать. Будь к ней терпимее. Она очень любила отца. Дорогая миссис Беррент, благодарю вас за письмо. Передайте Рут, что глициния прижилась и с ней всё в порядке. Чего не могу сказать о себе. После нашего разговора я всё чаще задаюсь вопросом. Продолжение следует... Хватит, Дэнни. Сиди смирно. Не могу, щекотно. У нас дом прямо на берегу залива. Вдоль пляжа тянутся скалы. После прилива там полно анимонов и моллюсков. И ракушки самых причудливых расцветок. Здорово. Не дёргайся. Может, ты съездишь в бар Харбор? Рут написала, что они тебя ждут. Я согласен. Слово за Диком. Он должен закончить книгу. Мы к тебе присоединимся. Лучше я подожду. Потом все втроём и поедем. Мы расстанемся совсем ненадолго. Всего на пару недель. Нет, я подожду. Можно мне на тот берег? А получится? Конечно. Вчера я переплыла три четверти. Ладно. А завтра похвастаем Дику? Точно. Ты не скажешь, сколько я тренировался? Нет. Сделаем вид, что всё произошло спонтанно. Отлично, договорились. Представляю себе его физиономию. Он начнёт возмущаться, кричать «возвращайся назад», а я притворюсь, что не слышу, и поплыву дальше. Ты готова? Готова. Ты точно скажешь? Да запросто. Не смотри по сторонам. Я держу курс. Хорошо. Середина уже есть? Ещё нет. По-моему, ты не очень стараешься. Всё нормально? Подустал немного. Да и руку сводит. Но терпимо. Не торопись. Ладно. Всё. Больше не могу. Отдышись. Глупо сдаваться перед самым финишем. Ладно. Правда. Сейчас только дух переведу. Вода ужасно холодная. Холоднее, чем я думал. Я слишком много съел. Живот разболелся. Эллен. У меня судорога. Эллен. Руки отнимаются. Эллен. Помоги мне. Эллен. Эллен. Дэнни. 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 Бар Харбор 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 Элен, тебе нельзя подниматься Ты же слышал, доктор Иди, присядь Что вы сделали с кабинетом? Мы не хотели тебе показывать Где папины вещи? Спрятали в подвале Не спросив у меня? Мы решили, что это идеальное место для детской Я не желаю, чтобы в этой комнате что-то меняли Я знаю, что ты не любишь сюрпризы, но мы хотели как лучше Брось, милая, все ведь не так плохо Почули Никакого послушания Кто же в таком состоянии ест креветок? Где Ричард? В городе Они плохо влияют на пищеварение Рут с ним, кажется, да Особенно при беременности Когда они уехали? После ланча Ваши атлетические подвиги ни к чему Который час? Почти пять И прекращайте носиться по дому Носиться? О чем вы говорите? Меня будто на цепь посадили Это ваш выбор Никуда не выйти, не развеяться Я даже мужа своего не вижу Пустите его к себе Чтобы он увидел меня такой? Простите, но это глупо Значит так Никаких креветок Никаких подъемов И не вскакивайте с дивана Никаких посадили Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Нет. Обо мне? Не только. Ты хорошо выглядишь, Рут. Давно не видела тебя такой счастливой. По-твоему, Ричард меня любит? Что за глупый вопрос? Когда-то он любил меня. Но, как это ни странно, мы с ним не были близки. Не были близки? Именно. Мы так и не смогли стать друзьями, как вы. Ты ему нравишься. Он ожидал тебе прозвище. Иногда зовет девчонка с тяпкой, потому что я часто копаюсь в земле. А меня он звал Пачули. Посмотри на меня. Как же я ненавижу этого уродца. Эллен! Я тебя шокировала. Своего ребенка ты бы любила. А я не хотела детей. Мне не нужен никто, кроме Ричарда. А этот дрянь. Как ты можешь такое говорить? Вот она жестокая правда. Но ты ведь боишься правды, Рут. Нет. Ее боишься ты. КОНЕЦ 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 Эллен! Эллен! Вызови врача. Что случилось? Видимо, оступилось. Алло, доктор Сандерс, это Рут Берренд. Приезжайте скорее, у нас несчастье. Ребенка спасти не удалось. Это был мальчик. Я уже и не надеялся. Она пришла в себя. Да, на этот счет не волнуйтесь. Говорит, что не помнит, как вышла из комнаты. Ей казалось, будто она гуляет во сне. Я была у нее за 20 минут. До этого она не спала. Вы можете ее проведать. Сначала брат, теперь сын. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Сказали, что билеты и номеры уже зарезервированы. Кто куда летит? Я в Мексику. Откуда эта тяга к путешествиям? Просто захотелось отвлечься. Отчего? Для поездки за границу нужен серьезный повод? Нет, конечно. Но почему Мексика? Давно хотела там побывать. Никогда от тебя этого не слышала. А что за место? Тоско. Когда улетаешь? Через неделю. С мамой? Нет. Одна? Одна. От кого ты бежишь? От меня? Ты достаточно терроризировала меня в детстве. Хватит, Эллен. От Ричарда? Просто я больше не в состоянии находиться в этом доме. Где все пропитано твоей ненавистью. Не ненавистью, а любовью Ричарда ко мне. Все это время, пока я лежала в больнице, ты крутилась у него перед глазами. Да только бесполезно. Он любит меня, как и прежде. И поэтому ты мне завидуешь. Я не завидую тебе, Эллен. Всю свою жизнь я пыталась тебе угодить. И не только я. Мать, отец, Ричард. А ты своим эгоизмом. Испортила жизнь ей. Свела в могилу отца. Твой муж превратился в тень. Нет, я не завидую тебе. Я тебе сочувствую. Ты заслуживаешь только жалости. Привет, Ричард. Как погода? Ты забыл побриться, дорогой. Но я тебя прощаю. Прислали твою книгу. Я видела титульный лист. Ты посвятила ее девушке с тяпкой. Странно, что не почули. Видимо, она больше тебе помогла. Что ж, ты ведь напишешь еще. Я удивилась, что действие разворачивается в Мексике. Не знала, что ты там был. Почему не рассказывал? Что-то не так, Ричард. Ты сегодня мрачный. Почему ты избегаешь меня? Гулять пошел один. Куда ты ходил? О чем думал? Дорогой, поделись же со мной. Мы так давно ничего не обсуждали вместе. С тех пор, как Дэнни... Ты никогда меня не простишь. Я всегда буду виновата. Ты запретил нам купаться в озере без твоего присмотра. Но Дэнни хотел сделать тебе сюрприз. Он буквально жил этой мыслью. За день до этого он переплыл больше половины озера. Вода была теплая. Ничто не предвещало беды. В какой-то момент я отвлеклась, и он начал тонуть. Я ринулась к нему, потеряла весло. И запаниковала еще больше. Это было как в кошмаре. Как в том страшном сне. Да. Я тянула весла, но лодка не двигалась. И ты дала ему утонуть. Отвечай. Отвечай. Ричард, мне больно. Что произошло в тот день? Ты избавилась от всех. От матери, от Рут, от Торна. Оставался только Дэнни. Признайся, твоя забота была всего лишь притворством. Он отказался уезжать? Ричард, перестань. И за это поплатился. Я не желала ему смерти. Но ты ускорила ее. Ты прекрасно плаваешь. Лодка была рядом. Он три раза поднимался на поверхность. Ты убила его. Ты позволила ему утонуть. Признайся. Да. И сделала бы это еще раз. Я ни с кем не намерена тебя делить. Я так и знал. Но боялся себе признаться. Гнал эти мысли прочь. Не мог в это поверить. Я не хотел в это верить. Как же так? По-твоему, это любовь? Это и есть счастье? Да. Поверь, я всегда желала тебе только счастья, Ричард. Я не хотела, чтобы Дэнни умирал. Даже не думала об этом. Но когда он пошел ко дну, я поняла, что теперь ты будешь принадлежать мне. Без него у тебя останусь только я одна. Мой рассудок будто помутился. Потом я испугалась и раскаялась. Бросилась его искать, но было слишком поздно. Почему ты не убил меня, Ричард? Что тебе стоило? А ребенок? Ты его не хотела? Нет. Как ты не понимаешь? Мне никто не был нужен. Никто. Только ты. Они мешали нам жить. Я люблю тебя, Ричард. Я так тебя люблю. И я ухожу, Элен. Спасибо. 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 Девчонки с тяпкой 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 Ричард Я умираю Девчонки с тяпкой 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 Ответ в этом письме. Прочтите его. Вслух? Если можно. Дорогой Расс, я пишу тебе это письмо, помня о наших некогда близких отношениях. Мне больше не к кому обратиться. Ричард ушел. Продолжайте, мистер Харланд. Вернувшись из больницы, я заметила в своем муже перемены. Сначала я объяснял это смертью ребенка. Но затем мне стало ясно, что причиной всего этого была Рут. Они любят друг друга и хотят избавиться от меня. Когда Ричард предложил развестись, я упала в ноги Рут, умоляя его оставить. Она заявила, что не отступится, я отказалась дать ему развод, и она пригрозила меня убить. Это еще не все. Расс, я знаю, что она на это способна. И убьет меня при первой же возможности. Не могли бы вы повторить последнее предложение? И убьет меня при первой же возможности. Дальше, пожалуйста. Мне страшно находиться в этом доме. Но без Ричарда я просто погибну. Мне действительно больше не к кому пойти. Помоги мне, Эллен. Вы узнаете почерк своей жены? Да, узнаю. Я напомню первую строчку. Я пишу тебе это письмо. Помню о наших некогда близких отношениях. Вы знаете, о чем речь? Полагаю, о том, что вы были помолвлены? Все верно. Вам было об этом известно? Она носила кольцо. Вы знали о том, что она обручена? Да. И все равно завели роман? Вы правы. Как вы за ней ухаживали? Я не ухаживал. Ухаживала она? Не совсем так. Что это значит? Я знал, что она выйдет за меня. И попросили руки? Нет, не просил. Это сделала она? Не уверен. Как же вы поженились? В один прекрасный день она сняла свое кольцо и дала мне понять, что я понял, что влюблен в нее. Вы ей признались? Да. Что она ответила? Что никому меня не отдаст. Когда состоялась свадьба? Через пару дней она так хотела. Вы колебались? Сомневался. Мистер Харланд, не сочтите за оскорбление. Я не пытаюсь изобличить вас в тщеславии. Просто хочу правильно расставить акценты. Вы заявляете, что молодая, привлекательная женщина, обрученная с другим, потащила вас под венец без вашего, в общем-то, на то согласия. Ну, в общем, да. Понятно. И как скоро вы начали жалеть об этом поступке? В первый месяц вы были счастливы? Абсолютно. Во второй, в третий? Тоже. Рут была на ранче, когда развивался ваш роман? Да. Вы уделяли ей много времени? Нет. Куда вы отправились потом? В Уоррен Спрингс, моему брату Дэнни. В период проживания в Уоррен Спрингс у вас были слуги? Нет. Кто же вел хозяйство? Элен. А кто готовил? Элен. Вам не хватало средств? Дело было не в деньгах. На этом настояла она. Элен все делала сама? Да. Рут навещал вас? Нет. Куда вы переехали из Уоррен Спрингс? В загородное имение под названием Горбатая Луна. Кто был с вами? Мой брат Дэнни. А что был за месяц? Июнь. В июне вы не охладели к жене? Нет. В июле? Нет. Вот вы и переключились на август. Кто вас тогда навещал? Миссис Беррент. Кто еще? Рут. Вы все еще любили, Элен? Я спрашиваю про август. Тогда утонул мой брат. Простите. Это как-то повлияло на ваши чувства к Элен. Дэнни был мне очень дорог. А Элен? Тоже. Дэнни погиб в августе. Как вы относились к своей жене в сентябре? По-другому. Точнее? Она ждала ребенка. Полагаю, в связи с этим, ваша любовь окрепла? Не совсем. Ослабела? Я не знаю. Что же значит по-другому? Я не знаю. Тогда вы уже перебрались в Бар-Харбор. Да. Рут жила там же? Да. Элен никуда не выходила? Практически. Рут часто с вами виделась? Да. Каждый день? Да. Когда вы разлюбили Элен? Не знаю. Незадолго до ее смерти вы поссорились. Это так? Да. Из-за чего? Без комментариев. Потому что она ревновала вас с Крут. Безосновательно. Но ревновала. Ко всем подряд. Она ревновала вас с Крут? Я не буду отвечать. Тогда ответьте на такой вопрос. Вы любите Рут? Мы друзья. Или любовники? Мы... Скажите просто да или нет. Я задал вам элементарный вопрос. Если вы его не поняли, я повторю. Вы любите Рут? Вы любите Рут? Вы любите Рут? Это экземпляр новой книги Ричарда Харланда. Откройте титульный лист. Прочтите посвящение. Девчонки с тяпкой. Кто это? Я. Не странно ли, что мистер Харланд не посвятил книгу жене? Элен, она не интересовала. А вас? Весьма. Вы были с автором? Отчасти. Элен как раз лежала в больнице? Да. А вы в тот момент тесно общались друг с другом? Мы... Работали над книгой? Да. Назовите основное место развития событий в романе. Таска. Мексика. Вы были в Мексике? Нет. До этого вам когда-нибудь доводилось путешествовать в одиночку? Нет. Почему же вы выбрали Таско? Просто так. Вас там кто-то ждал? Нет. Вас там мог кто-то ждать? Нет. Маршрут предложил мистер Харланд? Нет. Вернемся к посвящению. Почему он назвал вас девушкой с тяпкой? Я занимаюсь цветоводством. Только вы? Да. Вы используете химикаты, инсектициды? Да. В них содержится мышья? Не могу сказать. Это ваша бутылка. Вы ее узнаете? В ней были соли для ванны. Вы в курсе, что в ней теперь? Да. Какая химическая реакция превращает соль в отраву? Не знаю. Это ведь ваша куртка, верно? Этот конверт вам тоже знаком? Да. В нем был сахар. Который, как выяснилось, смешали с мышьяком. Да. И все это нашли в кармане вашей куртки. Да. В тот день вы ее надевали? Да, но потом отдала Эллен. Зачем? Она сказала, что замерзла. Вы ее одолжили? Да. Поясните суду, кто собирал продукты для пикника? Мы с Эллен. А кто взял сахар? Не знаю. Наверное, Эллен. А почему же вы так решили? Только она пила кофе с сахаром. Кто разливал кофе? Я. Вы подали сахар? Да. И в ту же ночь она умерла? Да. Утром ее тело кремировали? Да. А через день Харланд умчался в Нью-Мексико рассеивать прах над полями? Да. Чтобы избежать вскрытия? Нет, нет. Эллен сама просила, чтобы ее прах развеяли там же, где и прах ее отца. Тогда зачем она составила завещание с просьбой похоронить ее на Монт-Оберн? Не могу объяснить. А вы очень многое не можете объяснить. Кто, как яд попал в бутылку из-под соли для ванн? Кто подмешал его в сахар? Почему тело Эллен кремировали до проведения вскрытия? Почему вы собирались покинуть страну незадолго до этого отравления? Скажите хотя бы одно. Когда вы полюбили Ричарда Харланда? Вы признавались ему в любви? Нет. Когда вы его полюбили? И давайте без обидников. Я требую четкого ответа. Когда вы полюбили Ричарда Харланда? После того, как утонул его брат? После того, как погиб его ребенок? После смерти его жены? Это произошло неделю, месяц, год назад. Вы любите этого человека? Да. Да, я люблю его. И, видимо, любила всегда. Обвинение вызывает Ричарда Харланда. С вами все. Принесите воды. Тишина в зале. Мистер Харланд, мы услышали правду от этой женщины. От вас я жду того же самого. Рут Берренд призналась, что любит вас. Я задаю тот же вопрос, что задавал уже неоднократно. Вы любите ее? Вы любите убийцу вашей жены? Ее не убивали. Она покончила с собой. Вы искренне в это верите? Да. Не смеете утверждать, что она не только наложила на себя руки, но и обвинила в своей смерти сестру? Элен была способна на все. Вы выставляете ее настоящим чудовищем. А она и была чудовищем. Элен подменяла любовь собственническими чувствами. Любить для нее означало властвовать. Ее любовь заставила расстаться ее родителей. Эта женщина узурпировала даже собственного отца. Она сама мне призналась, что убила моего брата и своего неродившегося сына. И теперь тащит за собой в могилу ни в чем неповинную сестру. Да, она была чудовищем. Прошу тишины! Через 10 минут присяжные вынесли Рут оправдательный вердикт. Ричард пожертвовал собой. Поскольку он знал о преступлениях Элен, его объявили соучастником. Он получил два года. Элен была повержена. Пожалуй, это было единственное ее поражение. Надеюсь, Дик уже добрался. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фильм переведен и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании Петербург. 2006 год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...